Я надеюсь, что ваша сегодняшняя борьба будет честной, справедливой и пусть победит сильнейший. Слова на путстве для участников сельской спартакиады – это призыв к действию. Все настроены на борьбу, а значит, путь к пьедесталу будет нелегким. Школьные команды, которые встретились в Новой Елюзани – давние соперники. Спортивные состязания между ними проходят постоянно. Но спартакиада под эгидой Дрозд-Балакова – это нечто особое. Это возрождение традиций. Когда-то в советское время далекое у них было заведено ежегодно проводить спартакиады среди школьников и даже среди учителей сельских школ. И в 2021 году мы возобновили эту традицию. Участвовали пять сел, и вы помните, да, в какой площадке играли футбол. Мы больше смотрели за детьми, чтобы они не упали, они получили травму. Сейчас спортивная площадка возле школы в Новой Елюзани изменилась. Здесь даже если и упадешь, коленки не разобьешь. Мягкое покрытие смягчит удар. Новая площадка в селе появилась благодаря социальному партнерству Балаковского филиала АО «Апатит» группы «Фосагра», Комитета образования и Администрации Быково-Отрогского муниципального образования, а также Администрации Балаковского района. И в преддверии Дня химика на обновленном стадионе провели уже вторую спартакиаду. Старт ей дает «Фосагрик», который забивает первый гол в футбольные ворота. В программе состязаний несколько видов спорта, чтобы каждый школьник мог выбрать, где ему поучаствовать. Футбол, настольный теннис, баскетбол, эстафета. Успех команды зависел от каждого. В баскетбол хорошо играю. Теннис и баскетбол. Футбол больше. Я люблю заниматься вольной борьбой. Борьба – это вообще отдельная тема. Наверное, не ошибемся, если, скажем, в селах Быково-Отрогского муниципального образования этот вид спорта самый популярный. При поддержке «Фосагра» и программы «Дростсело» ремонтируются спортзалы и организуются спортивные секции по борьбе. И занимаются в них не только мальчики, но и девочки. Правда, борьба пока на спартакиаде не представлена. Но это в планах на следующий год. Так же, как и дальнейшее обустройство спортзалов и стадионов в сельских школах. Данные центры притяжения в селах, они должны быть. Смотря, как эта площадка пользуется успехом в Новой Елюзане, просто радуешься на самом деле. Потому что вечером и дети, и молодежь, и даже пожилые люди, они приходят и занимаются. Молодежь, она занимается на многофункциональной площадке. То есть они играют в футбол, волейбол, баскетбол. А люди пожилого возраста, они занимаются на тренажерах. В этом году, кстати, спортивная площадка должна появиться в Малой Быковке. А в Новой Елюзане химики отремонтируют спортзал в школе. Ведь если традицию по проведению спартакиады возродили, то и состязания надо проводить в хороших условиях.